ВИДОПРО Кто-то позабыл, а кто-то еще помнит о тех супердорогих телефонах Vertu, которые имели, мягко говоря, не самую современную начинку. Такие дорогие и знаменитые они стали благодаря материалам, из которых они сделаны – это платина, золото, кожа и другие недешевые компоненты. Так вот, британская компания вновь напомнила о себе, подтвердив информацию о том, что собирается выпустить смартфон на базе операционной системы Android 4.0.4, который будет иметь двухъядерный процессор с частотой 1.5 ГГц, а также Bluetooth версии 4.0. Скорее всего, когда выйдет это чудо-устройство, надеяться на актуальность внутреннего железа не стоит. Британская компания сообщила, что цена на различные модели будет варьироваться от 3 до 10 тысяч евро, и это без учета стоимости программного обеспечения, только труд работников и затраты на материалы. Когда и сколько моделей компания выпустит, мы узнаем позже. Начнем с того, что о прозрачных экранах говорят уже давно, при этом даже сейчас можно увидеть устройства, которые представлены и работают. Конечно, это не относилось к смартфонам и планшетам. Хотя нет, к телефонам это относилось. Но, похоже, дизайнерская мысль не затихла и продолжает развиваться. Так, на днях компания Polytron Technologies представила концепцию прозрачного смартфона. Очень часто мы сталкиваемся с видеоконцептами о прозрачных устройствах, как, например, iPhone, Nokia, Samsung. Разумеется, все выглядит более чем фантастично. Но что вы скажете, если видеоконцепт станет реальностью? По словам заместителя директора тайваньской компании Polytron Technologies в Сарену Чен, прозрачные гаджеты, созданные при участии ее компании, вероятнее всего, будут доступны на рынке уже в этом году и будут представлены на выставке Mobile World Check Congress 2013 в Барселоне. В корпусе гаджета можно увидеть всего лишь несколько непрозрачных элементов. Слот для сим-карты, карты памяти и фотокамеру. Прозрачный девайс в основном состоит из стекла с использованием прозрачных и гибких электронных компонентов и оборудован сенсорным интерфейсом. Может быть, они и станут достойными конкурентами лидирующих компаний. Один из дизайнеров концепта iPad предположил, что новинка может стать прозрачной, и что из этого получилось вы можете увидеть сами. По информации China Times, компания Acer планирует пополнить свой ассортимент двумя бюджетными планшетами. Новинки получат 8-10-дюймовые дисплеи и будут иметь четырехледерный процессор. Также была названа цена — это 205 и 239 долларов соответственно. Что касается других характеристик, они пока что неизвестны, и ряде нам стоит ждать что-то грандиозное. А в качестве программной платформы наверняка будет использоваться Android. Очевидно, что эти модели будут бороться за место под солнцем с Google Nexus 7 и другими похожими моделями. 30 января в Украине проходила презентация Nikon, на которой компания представила свои новинки серии Coolpix и долгожданную беззеркальную камеру Nikon 1 G3. Подробную информацию вы можете узнать на нашем сайте. YouTube планирует открыть платные каналы для части контента весной этого года. Как стало известно, YouTube обратился к нескольким видеопродюсерам с просьбой предоставить приложения для создания платных каналов. По мнению экспертов, уже к второму кварталу текущего года первые подобные каналы могут стать доступными для пользователей по цене от 1 до 5 долларов в месяц. Наконец, в Украине стала доступна самая производительная и самая дорогая материнская плата Европы, Asrox X79 Extreme 11. Материнская плата имеет 7 разъемов PCI-Express, 14 портов USB и SATA. Подробный обзор вы можете увидеть на нашем сайте в ближайшее время. Напомню, что на нашем сайте вы можете посмотреть обзор телефона CAT и его легкое тестирование на прочность. Это были новости от Видо ПРО, пока!